15 и 16 ноября. Москва. Одно из самых ожидаемых мероприятий в области информационной безопасности. СОК Форум 2022. Станьте частью большего. Присоединяйтесь. Подробности на сайте сокдефизфорум.ру Друзья, привет. С вами свежевыжатый подкаст. Меня зовут Павел Луцик. И у нас сегодня в гостях замечательный гость Артем Калашников. Артем, привет. Привет. Здравствуйте. Сегодня мы разговариваем в преддверии предстоящего 15-16 ноября СОК Форума, который пройдет в Центре международной торговли. И сегодня обсудим особенности сокостроения, тренды и другие вопросы, в том числе связанные с банковской спецификой. Потому что Артем у нас, как всем известно, большое количество лет возглавлял Финсерт, имеет большой опыт и сейчас продолжает находиться в самом центре, в самом эпицентре событий, участвуя активно в создании соков в нашей стране. Все верно? Ничто? Да, абсолютно. Еще шире и глубже. Да, ну отлично. Тогда я думаю, что будет очень интересно узнать твое мнение сегодня по актуальным вопросам. Предлагаю начать с трендов. Хочется узнать твое мнение, что происходит сейчас в сфере сокостроения, какие-то актуальные тренды, моменты и так далее. Ну, друзья, Павел, смотрите, все же, по сути, ничего же не поменялось. Да, единственное, с точки зрения того, что происходит, все мы видим, какие у нас бесплатные пентесты проходят со стороны наших партнеров, как принято говорить. Что это, в свою очередь, показывает, насколько мы готовы вообще, в принципе, к обеспечению безопасности и какие инструменты используем. И сюда же для усложнения условий, как призовая игра, да, это уход всех зарубежных вендоров и поставщиков решений по обеспечению безопасности. То есть здесь мы оказываемся в таком неком многомерном пространстве обеспечения безопасности. С одной стороны, мы и системы должны подкручивать, да, поднастраивать под новые реалии, а с другой стороны, мы еще и решения должны искать отечественные под те задачи, которые стояли и вновь возникающие. Это, конечно, очень сложно, но, по крайней мере, мы справляемся. Ну, кстати, есть отечественные аналоги для всех и задачи? Есть. Вопрос лишь заключается в том, хватает ли нам функционала. Это же исторический момент, да, скажем, что западный рынок развивался сильнее и быстрее, потому что все жили на западных решениях. И за счет обратной связи от заказчиков, своих каких-то научных изысканий, да, вот в таких объемах зарубежные вендоры шли, конечно, быстрее. Для наших, которые появлялись, таких задач не было, и поэтому они шли несколько медленнее. Я прокомментирую дополнительно, что со своей стороны, в своей сфере я вижу, что, да, зарубежные решения некоторые заменить в одиночку многие вендоры в России не могут. Но вот я сам участвую в создании технологических коллабораций, технологических совместных комплексных решений, которые позволяют вот такие крупные технологические комбайны и зарубежные заменить. Поэтому, ну, мне кажется, что, в принципе, задача вполне себе решаемая. Решаемая, нам просто нужно набрать обороты, и благо есть поддержка государства, еще и специалисты какие-то есть у нас остались, да, из тех, кто не успел или не захотел уехать, да, что придает им больше плюсов. Вот, соответственно, все, все в наших руках, и возможности есть, да, может, сегодня мы не можем на 100% заменить, там, ну, банально, вместо одной и какой-то аппаратного решения мы ставим западного, да, ставим два отечественных. Ну, не было задач таких масштабов информацию обрабатывать, поэтому, да, но никто не мешает нам развиваться. Ну, и тут еще добавлю, что компании зарубежные ушли, но очень хорошо, что специалисты из этих зарубежных компаний высокопрофессиональные остались и пополнили ряды отечественных разработчиков. Я думаю, что в том числе с их участием активным наши продукты только выиграют, быстрее вырастут и догонят, может быть, даже перегонят ушедшие с рынка аналоги зарубежные. Ну, и еще такой актуальный вопрос. Все мы знаем, что происходит в последние скамейс, особенно в последние полтора месяца, чуть меньше. С одной стороны, я слышу разговоры, что давайте централизация – это хорошо, все контролируется, мониторится из единого центра. С другой стороны, единый центр, он легко выводится из равновесия, и мы понимаем, чем он сейчас может быть выведен из равновесия. Вот на твой взгляд, что правильно, или как сейчас, в какую сторону двигаться, в сторону централизации соков, или все-таки децентрализация? Ну, здесь вопрос комплексный. По одной простой причине, что централизация же не просто так сама по себе возникает, как идея. Она возникает, потому что у нас есть определенные проблемы с ресурсами, при обеспечении безопасности любой организации. Но если это крупная компания, она может себе позволить создать свой сок, а, как я говорил раньше, эта игрушка достаточно дорогая, и, соответственно, не факт, что она будет окупаться, ну, как правило, по бизнес-моделям. А есть ряд компаний, которые не могут себе обеспечить самостоятельно адекватный уровень информационной безопасности. Это связано и с финансовыми ресурсами, с их отсутствием, как правило, и с кадровыми. Кадровый голод у нас давно не секрет, и специалистов таких не хватает. Мы там озвучили цифры, там, по-моему, 150 тысяч человек, не хватает такого, где-то и там кто-то про 500 говорил. Но поэтому безопасность обеспечивать нужно. Соответственно, централизация в данном случае, где один центр обрабатывает несколько организаций, является хорошим выходом. При этом, что суммарно, если посчитать, то там определенное число компаний, обслуживаемых на таком центре, общая экономия выглядит прилично. За счет централизации ресурсов, решений, железа, программного обеспечения. Что касается того, что центр должен быть, не должен являться единой точкой отказа, абсолютно верно. Это у нас классика построения IT-систем. Поэтому, естественно, что как катастрофа устойчивого решения, он должен располагаться в разных частях страны. Но при этом не нужно забывать, что нам нужно обеспечивать каналы связи между ними. И, соответственно, если один центр вдруг перестает функционировать, он должен подхватывать без потери и деградации сервисов второй. Соответственно, при этом, на языке цодов это называлось active-active, что они постоянно работают в балансе. И время восстановления там должно быть со самой минимальной. То есть, катастрофа устойчивая централизация, это такой сейчас оптимальный? Да, да, абсолютно распределённый вариант. Да, то есть, он как бы географически распределён, но, по сути, работа как единый центр. То есть, если раньше катастрофа устойчивой считалась, насколько я помню, хотя бы разные районы одного города, то сейчас это уже разные города и желательно далеко находящиеся между собой. Ну, в наших реалиях тут, как минимум, да, разные, разные вообще стороны страны, потому что все мы понимаем в условиях того, что происходит, до чего можно дойти, не очень понятно. А сервис обеспечивать нужно 24 на 7, 365. Ну, ты так меня задело. Слух сказал, что нашей сфере не хватает порядка 150 тысяч сотрудников. Нашему государству для специальной военной операции не хватает 300 тысяч. То есть, мы фактически... В теории нам нужно объявить частичную мобилизацию и где-то найти те самые 150 тысяч, которые бы помогли нам также обеспечивать безопасность в том числе и страны, и коммерческой организации только уже в киберпространстве. И как это сделать? Есть ли какие-то решения? Ну вот, можно, конечно, да, у нас же есть альтернативная служба, почему не? Здесь нужно сказать, что у нас, по-моему, министр своего развития сказал, что нет планов по созданию IT-армии. Вот, то есть, на государственном уровне мы здесь, видимо, не получается у нас ничего. Ну, с другой стороны, мне кажется, хороший вариант, так как IT-компания кредитована, по крайней мере, сотрудники получили отсрочку. И сейчас это такой некий пример для тех, кто идет учиться, выбирать профессию, куда идти дальше. Если думать на какие-то годы вперед, возможно, многие сейчас сделают свой выбор в сторону IT-направления, в сторону информационной безопасности, в том числе, чтобы пополнить уже ряды не реальной физической армии, а ряды виртуальной, и в том числе участвовать в обеспечении безопасности на уровне соков. Ну, вообще, если учесть, что мы давно в цифру все идем, причем чем дальше, тем глубже, то, соответственно, такие профессии, как IT-архитекторы, разработчики, архитекторы информационной безопасности, специалисты, которые непосредственно будут обеспечивать информационную безопасность, политехнические средства и так далее, это самое перспективное направление сейчас. Даже не потому, что нехватка, а потому, что это тренды развития всего общества, всего мира. Поэтому они останутся еще очень долго актуальными и самыми выбираемыми профессиями. У меня есть много знакомых, которых дети сейчас даже не задумываются над тем, что выбрать. Они же четко знают. В общем, когда выходишь с детского сада и поступаешь в первый класс, наверное, уже многие будут понимать, кем они станут. Абсолютно. Мы сейчас раньше определяемся уже с профессиями, нежели в наше детство. Ну вот я, когда работал в крупном IT-интеграторе несколько лет назад, еще, то есть, когда я пришел в компанию, начали работать со студентами, когда я уходил, уже работали со старшеклассниками. А потом, буквально там года два назад, я слышал, что тот же Сбер работает уже реально с детским садом. Не знаю, насколько это правда, но вполне себе правдивая история. Ну, если у нас появляются дети индиго, то почему нет? Такие талантливые дети. Надо с молодых ногтей растить, уже обращать на путь IT-информационной безопасности. Наверное, неплохо было бы в законе об альтернативной службе предусмотреть такой вариант, что если ты мобилизуешься, это сейчас вот на суд, да, можно комментировать будет там в комментарии под подкастом, альтернативы службы, то есть добавить такой пункт, как обеспечение информационной безопасности государства. И какие-то разнарядки в сторону госкомпаний. Почему? Потому что, ну, к сожалению, цифры, которые предлагают на позиции для специалистов информационной безопасности, я сегодня даже специально там еще посмотрел о нескольких кадровых агентствах, они сильно отличаются от тех, которые находятся в коммерции, на образы, потому что они меньше. Соответственно, туда, ну, никто идти не хочет. Они даже, ребята, которые выпускаются в коммерции, приходят с большими запросами, без опыта, где приходится с ними еще долго беседовать и объяснять, даже, может, адекватность, да, какая-то в требованиях. Вот, соответственно, призывать на обеспечение ЕБ, вот на альтернативную службу в государственной компании. Ребята, там и навыки проявят свои креативные, если они есть, и опыта поднаберутся. Отличная идея. Абсолютно поддерживаю. Еще и деньги получат. Да, ну, отдал долг родине через альтернативную службу. Да, пожалуйста, дальше выбирай свой путь самостоятель. Артем, предлагаю двигаться дальше, немножко поговорить, вернуться опять к технологиям. Но уже не в разрезе импортозамещения, а в разрезе решения конкретных практических задач. Вот сейчас, на твой взгляд, что-то появилось или появляется совершенно новое в плане технологий защиты в рамках работы СОК? Или вот все по старинке, СИЭМ, и вот вокруг него много чего дополнительного? Тут и да, и нет. И нет, и да, как говорится. Но у нас классы систем, те же самые типы остались, по сути. Ну, добавился там СОАР, да, отдельную. Сейчас интегрируется СИЭМ, СРПИ. Ну, по сути, все как было в логике работы, и по типам так и осталось. И, к сожалению, мы, я бы сказал так, мы уже реагируем постфактум, да, когда инцидент зафиксирован уже у нас. Хорошо, что он неуспешен в плане своей реализации какой-то уязвимости. Отлично отреагируем, все. Но хотелось бы все-таки идти в сторону предупреждения. Да, вот уже много говорим об этом. Какие-то принципиально новые средства, которые позволяют на ранних стадиях подхода каких-то активностей к периметру, да, или наоборот, изнутри, когда очумелые ручки какого-то сотрудника начинают системы, скажем так, пин-тестить изнутри, уже предупреждать, да, такое появление. Это понятно, что задача нетривиальная, потому что очень много факторов должно сойтись в одном месте, в одном средстве, которое позволит картину составить. В идеале, чтобы система могла вот так погрозить мошеннику, искать даже не вздумая. Ну, да, это со стороны системы, да. А специалисты, которые систему эксплуатируют, должны уже понимать, что вот сейчас здесь что-то закручивается. И, соответственно, вовремя принимать меры. Какие-то наработки есть, не на рынке, а так мы обсуждаем в кулуарах. Есть решения, которые позволяют спрогнозировать продвижение вектора атаки на какие-то хосты, да, есть такие вещи. То есть смысл работы в чем? Начинается, фиксируется инцидент, дальше разбирается, какой инструмент был использован для того, чтобы уязвимость проэксплуатировать. И, соответственно, дальше на базе ассетов, собранных со всех IT-активов, смотрят, кому такие уязвимости присущи и какие еще могут проэксплуатироваться. И, соответственно, дальше рисуется вероятностная карта маршрутов, куда может пойти дальше атака развиваться. Это дает возможность, там, блютим, условно говоря, компании, или если это аутсорс, понять, какие хосты можно автоматически заблокировать, где перенаправить атаку на какое-то другое, там, какой-нибудь анипот ее завести. В общем, по крайней мере, становится возможным управление атакой. То есть не только злоумышленник управляет атакой, но теперь и защищающиеся могут ее направлять там на какие-то понятные маршруты. Уже могут или в перспективе? Ну, есть MVP-решение, да, по крайней мере, отечественное. Очень хотелось бы, чтобы они развивались и уже, наверное, там, на базе нейросетей искусственного интеллекта строили, вероятность, характеристики начала атаки, используя там тот же Дакнет, да, где, как правило, все зарождается. Потом дальше какие-то сигнатуры на каких-то бузловых маршрутизаторах, которые не относятся даже к периметру компании, какие-то инциденты, которые поставляют центры, которые занимаются анализом уязвимости и так далее. Вот в таком ключе. То есть это очень большая работа, очень большой объем информации, но это нужно делать. Ну и продолжая эту же тему, мы уже сказали немножко вначале, что после ухода зарубежных игроков с рынка часть классных специалистов пришла в отечественные компании. Может быть, у тебя есть информация, или как ты думаешь, ждать ли нам в ближайшее время каких-то прям интересных новых продуктов, вот помимо того, что ты сейчас рассказал, от наших отечественных разработчиков. Может быть, это будут аналоги как раз зарубежных продуктов, либо какие-то совершенно новые продукты еще. По сути, скорее всего, будет развитие продуктов отечественных. Принципиально, ну, я не думаю, что это появится. Почему? Потому что во время тесного обмена информацией с зарубежными вендорами, и также теми же соками и сертами. Проблемы-то у всех были одни и те же, поскольку используют одни и те же системы. Соответственно, использование одни и те же систем, по сути, ни к чему новому не приведет. Поэтому вряд ли будет чем-то разительно отличаться, если только в том направлении, о чем мы буквально 2-3 минуты говорили. Может быть. Да, так, скорее всего, будет просто развитие, добавить какие-то функции, возможно, какие-то идеи появятся, как увеличить мощность, скажем так, да, решений, чтобы они могли огромный объем информации обрабатывать, там, без существенных затрат на масштабирование железа, софта и так далее. Вот, ну, наверное, так. Я пока не вижу больших там трендов в сторону чего-то принципиально нового. Вот если поговорить про такие вот центральные сервисы, система, вот ты сам возглавлял Финсерд, есть сейчас у нас для субъектов Киев не только Госсопка. Вот в этом направлении интересно твое мнение, куда мы движемся, развиваемся, будет ли эти, может быть, системы развиваться или появится еще какая-то однокупольная такая, либо на уровне отдельных министерств, ведомств появится что-то свое, как ты считаешь? Ну, в принципе, если следовать нашей доктрине информационной безопасности, а также некоторым приказам, документам регуляторов и, с другой стороны, получение прозрачности и управляемости процесса, обеспечения безопасности, наверное, имеет смысл создать некие централизованные, скажем так, центры, которые будут обеспечивать безопасность по любым сферам, да? Центры все-таки или центр какой-то один? Ну, я их называю центры, почему? Потому что катастрофа устойчивая. Да. Ну, это что-то... По сути, функционально это один огромный центр, ну, например, напоминающий нашу Госсопку, но единственное, что эти центры будут заниматься практическим обеспечением безопасности, то есть они будут предоставлять сервисы для тех компаний, которые воспользуются услугами. У нас же есть... Вот в самом начале мы говорили о том, что есть компании крупные, которые могут себе позволить такое удовольствие, как собственный сок, при этом иметь еще хороший Red Team и Blue Team, да, чтобы можно было такой внутренний CTF устраивать. Вот, соответственно, а есть большинство компаний, которые не могут себе этого позволить. Опять же, да, финансы и кадры, если даже он может нанять все специалисты, его еще надо найти. А им, как правило, не хватает, как мы уже говорили. Поэтому если вот централизовать в таких... в таких центрах количество хороших специалистов, да, их можно найти сейчас, соответственно, и они, и эти центры будут обеспечить сервисы для таких компаний, которые себе это не могут позволить, то это будет хорошая идея. Но при этом нужно учитывать несколько моментов. Первый – это катастрофа устойчивая. То есть такие центры должны быть разбросаны по стране, по всей, да, там, причем так, чтобы, условно говоря, уязвимость одного не влияла на другой, да. Но функционально это один центр. Это что-то государственное? Здесь это вопрос дискуссионный, то есть, конечно, что вкладывая в такие центры деньги, а это хорошая инфраструктура, это мощные каналы связи, потому что количество информации будет огромное летать между ними, плюс постоянная синхронизация, чтобы можно было обеспечить бесперебойность. Соответственно, это либо бюджет, да, государство, которое, наверное, заинтересовано в этом и, скорее всего, проявит заинтересованность, либо какие-то игроки рынка, которые могут работать на длинные деньги, да, так называемые, то есть инвестируя, получать, там, собственно, какой-то возврат, там, лет через 10-15. Либо частное государственное партнерство. Возможно, частное государственное партнерство, но эти центры, по идее, вообще должны быть независимыми, да, скажем так. То есть с точки зрения оказания сервиса, они как бы равноудаленные для всех участников. И, соответственно, с учетом того, что вкладывается такое количество финансов в эти центры, то, соответственно, возможно, и может стоить рассмотреть вопрос возмездного оказания услуг. При этом, при этом, по моему мнению, стоимость этих услуг должна быть существенно ниже, нежели каждая компания бы децентрализованно для себя осуществляла такие вот создания. Вот, соответственно, и этот же центр тогда должен являться просто мегагарантом безопасности. То есть это доверие государству, опять же, в чем, да, плюс. Это доверие безопасности, с другой стороны, получение качественных сервисов, которые позволят даже не просто противостоять, а даже противодействовать киберугрозам, кибератакам. Вот тогда, возможно, да, и получится очень хорошая прозрачная картина, процесс управляемый. И главное, что он понятен будет на каждом этапе своей структуры. Как их создавать, например, с точки зрения отраслевого, тоже хороший вариант. Почему? У нас есть головной центр, дальше в каждой отрасли есть свой, потому что не секрет, что в каждой отрасли есть особенности, да, там, допустим, промышленные. Там свои протоколы на СКАДа используются, да, там, АСУТП, обеспечение безопасности. Там несколько иные средства будут находиться, и даже ряд специалистов будет узконаправленный. Есть, допустим, финансы, самый зарегулированный, да, сектор у нас, где тоже есть свои нюансы, например, там, связанные с мониторингом финтех решений. Мошенничество тоже относится к этой сфере, да, противодействие социальной инженерии. Там специалисты нужны тоже, несколько заточенные в эту сторону. Дальше, там, в энергетике, например, да, тоже можно какие-то вещи. Дальше все это сходится по отраслям. По крайней мере, в этом разрезе я вижу, что будет понятно, в какой отрасли, как, в какое состояние, где что происходит, какие уязвимости, угрозы присущи этой отрасли, какие этой. Дальше, там, в центральном, условно говоря, части, в ядре этих центров создавать большую аналитику, которая позволит дифференцировать угрозы и зримости, покажет, где чего не хватает, как бы это возможно добавить и решить все проблемы, которые возникают. Может быть, стоит рассмотреть вариант развития госсобки той же, потому что есть главный узел, центральный, есть, по крайней мере, в каких-то отраслях отраслевые центры госсобки. Да, пока система, может быть, работает, скорее, там, на прием информации, там, рассылки бюллетенов. Плюс в теории помощь сотрудников НКЦКИ и ФСБ, как глобальная головная организация, в расследованиях и ответах на атаки. Но вот именно, может быть, здесь привлечь коммерческие организации и вот то самое частное государственное партнерство, чтобы развить существующие уже центры госсобки до того уровня, когда можно было полноценно, комплексно обеспечить безопасности на уровне отдельных отраслей и в целом на уровне государства. В принципе, с точки зрения того целеполагания, к которому мы идем, да, это хороший вариант. Но есть нюансы. Возмездное оказание услуг для госоргана не предусмотрено. То есть здесь возможны какие-то ответвления, да, от такой иерархии. Вот. Поэтому... Но в целом я очень даже за, потому что есть начало, есть наработки, причем там хорошие профессионалы работают. Почему нет? Можно и так развивать. Есть нормативная база технологий, средства. Поэтому, ну, мне кажется, по крайней мере, можно в этом направлении посмотреть, подумать. Может быть, уже даже начать действия какие-то предпринимать. Да, и еще один важный момент, на мой взгляд, который нужно учитывать, что это контроль соков в том числе должен осуществляться. Потому что сок сам себя может контролировать, ну, или взаимно, взаимно контролировать, но должен какой-то орган, который будет следить за точным выполнением всех операционных моделей. Не просто нормативов там, да, которые вышли... То есть следить за метриками определенных? За метриками, как работает, оказание услуг. То есть SLA, это же все очень серьезно. Это не просто там создать какой-то кинотеатр, скажем так, где показывать будут страшные вещи про инциденты. Нет, это оказание услуг. Это уже определенный уровень ответственности, да, и уровень сервисов. Ну, вот тут, в том числе и в этом, и немножко в смежных направлениях, хочется, да, тебя услышать, твое мнение, твой опыт о том, как вот ты сейчас участвуешь в развитии соков. Вот какие-то такие интересные моменты, которые могли бы быть полезными нашим участникам сегодняшнего подкаста. Ну вот, конкретно возвращаясь к тому, о чем мы буквально только что говорили, идея централизации, она же родилась-то не только что, да, и там не год назад, она давно витала уже в нашем пространстве информационном. Но больше всего сейчас это направлено на такую, скажем, локальную централизацию. То есть это крупные компании, у которых много дочерних обществ, заботились на фоне атак на цепочку поставок, да, что сейчас модно стало, когда у нас вскрывают головные компании или заказчика через его подрядчиков, там какое-то дочернее общество и так далее. Вот, соответственно, начали вот этот пул своих компаний зависимых оценивать с точки зрения ИБ. Я помню, что один из крупнейших банков страны это сделал давно уже. Вот, кто-то сейчас к этому подходит, и это набирает сейчас обороты, потому что действительно компании разноплановые, они разного масштаба, очень из разных отраслей совершенно, там есть и девелоперы, есть там, и страхование, инвестиции, много чего, лизинг и так далее. Везде есть критичные данные, как ни крути. Но вот качество специалистов и уровень обеспечения ИБ, он во многих местах оставляет желать лучшего. И чтобы, вот скажем так, обезопасить себя, да, со стороны своих же обществ, которые находятся еще в информационном обмене, очень тесном, да, с головной компанией, вот эти меры приходится принимать. А это, на самом деле, достаточно такая масштабная работа, потому что везде нужно учитывать нюансы деятельности компании, функционирование, какие средства используются и так далее. Я вот как раз там вначале говорил, что, в принципе, для каждой, для каждого группы компаний, если централизовать сервисы, они определяются, там, председатом аудита, пинтестов и так далее, соответственно, на определенном количестве дочерних обществ, для которых будет централизация, уже видна экономия, там, на третий год существенную, да. Вот, поэтому, ну, это примерные расчеты были, там, по нескольким холдингам, да, соответственно, уже на третий год экономия. Почему нет? Очень даже да. На отличие. Мне кажется, это может быть полезно многим нашим зрителям и вообще тем, кто находится в теме и планирует строить соки. Скажи, Артему, ну, да, ты продолжаешь развивать соки в банковской сфере. Наверняка для многих это актуально и сейчас и будет в будущем. Есть ли возможность где-то обменяться опытом сейчас или в будущем, чтобы начинающим сокостроителям тоже почерпнуть какой-то опыт, воспользоваться там советами уже таких старших товарищей и применить это на практике. Может быть, есть какой-то комьюнити, какая-то ассоциация или хотя бы группа в Телеграм. У нас есть сок-форум. О чем? Зачем ему достать лукавый далеко ходить? Ну, во-первых, все специалисты с таким большим опытом, они у нас все известны и никто не прячется, насколько я знаю. Вот. Меня вы знаете, Павла тоже. Вот. Соответственно, все... Я думаю, я сколько со всеми общался, никто никогда не выражал отторжения к тому, чтобы к ним подходили за советом или по меня поделиться опытом. Приходите, я вам даже фамилию назову. Ну, тут, может быть, даже речь больше про какой-то такой системный обмен опытом. Может быть, на взаимновыгодных условиях, там, пусть безвозмездных каких-то, но не просто совет, там, на короткие, за чашкой кофе, а такой более какой-то серьезный, конкретный. Даже не, опять же, может быть, не односторонний, это же может быть такой взаимный обмен. Может, конечно. Наши партнеры из Одессы, когда юристами стали, встречаются через несколько лет, и тот самый 8-летний юрист. Да, нет. И он говорит, ну, Абрам, ты теперь кем? Я, говорит, юрист. Ну, и как ты это делаешь? Ну, у меня вот есть совет и консультация. А чем отличается? Говорит, совет бесплатный, консультация платная. Да? Слушай, и мой тебе совет, возьми консультацию. А то есть, да, здесь вопрос в чем? На коротке можно поговорить, решить какую-то локальную задачу, но если заходить в проект масштабно, это, конечно, уже работа, там, пролонгируя по времени. Надо определяться просто целеполаганием, что и зачем делать. Понятно. Ну, Артем, предлагаю на этой позитивной и конструктивной ноте подвести итоги нашего сегодняшнего диалога. Спасибо тебе большое за то, что уделил время, за то, что поделился с нашими участниками своим опытом, советами. Я всегда рад. Да, я думаю, что мы точно вместе и с тобой, и с другими участниками увидимся на Сокфоруме. Да, повторю, что он состоится 15-16 ноября. Соберет всех специалистов и в области СОК, и вообще в области информационной безопасности, в том числе и регуляторов. Поэтому обязательно присоединяйтесь. Будет очень интересно, будет много мнений. Уверен, что будет много споров, будет горячо. В общем, все там увидимся. Артем, тебе спасибо еще раз. И, надеюсь, до новых встреч. Да. Паш, спасибо. Друзья, приходите раз на этот форум, там все будут эти люди, специалисты. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...